Дамы и господа, здравствуйте. Я вас приветствую на нашем брифинге о срочном рынке. Меня зовут Архип Фанрей. Обсуждаем фьючерсы и опционы сразу после экспирации. Позавчера, в среду, как вы знаете, был последний день обращения мартовских. После этого, собственно, и до этого, в латинице у нас на рынке сохранилось, даже не столько ожидаемо, сколько фактическое. Мы видим, что под влиянием различных факторов наш рынок шарашит по верту вниз. По Газпрому, в принципе, картина схожая. По центральным 19-м страйкам что-то есть. Ну и по 17-м страховке край продан по колам. Дальше у нас ничего нету. Все то же самое. Да, участники, которые сейчас у нас на рынке есть, они скорее страхуют свои позиции по фьючерсам, чеку-ку, то вне денег. Ну и пытаются продавать края по колам. По редким у нас фьючерсам есть большой рост обделанкой этой позиции по центральным аукционам. Что, в общем, говорит о том, что ориентация на какую-то сильную волатильность в ближайшее время может и не быть. Так, давайте перейдем, посмотрим, как у нас это все выглядит. Так, одну нючку. В Квике, да, вот фьючерс на индекс РТС у нас кристили в очередной раз. Третий сопротивление на уровне 166,500-167,000 пунктов сопротивления. Да, вчера, прошу прощения, позавчера, 15-го числа, в среду, он не смог загребиться выше этого уровня, но, тем не менее, пробитие поддержки нижней 162,000 у нас так и не состоялось. Легкое касание, в общем, не нашло поддержки у факторов фундаментального характера. И вот это рост, то, что мы видим, помните, это скорее на хороших новостях из Америки. Если у нас фьючерс на индекс РТС будет тестировать нижнюю поддержку, то, скорее, следующий у нас, естественно, будет локальный минимум на 159,000 пунктов. То, что мы сейчас с вами наблюдаем, ну, 159,000, 158,000 тоже предыдущий локальный минимум. Где-то вот в этом диапазоне. Да, при преодолении этих уровней тут у нас уже вполне реально 155,000, 153,000 пунктов по фьючерс на индекс РТС. Как раз та самая техническая поддержка, ну, и по Фибоначчи линии коррекции как раз находится в этом диапазоне. Ну, вот это скорее такие ожидания на среднесрочную перспективу. Что у нас, как у нас будет оценка, как у нас выглядит оценка цены с точки зрения ожидаемой волатильности мы с вами посмотрим в понедельник при построении определенных прогнозов и ожиданий уже на следующий торговый период. А сегодня я бы уже хотел с вами попрощаться. Учтите, что все рекомендации, которые мы даем, они даются исключительно в информационных целях. Все решения вы принимаете самостоятельно. Спасибо за то, что были с нами. Удачи вам, удачны отдохнуть. На этих выходных берегите себя. Встретимся в это же время в 13.00 в понедельник. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok